Друзья, всем привет! Мы снова в деревне. Сейчас занимаюсь, вскапываю теплицу и потихонечку уже начинаю сажать томаты. Хотя сегодня у нас какое? 28 апреля только. Вот здесь я уже высадила буквально несколько кустиков полосатого шоколада. Это не все кусты, на всякий случай у меня еще есть припасены другие, потому что мало ли что, побоялась сразу все высаживать. Вообще не делайте так, не сажайте томаты так рано, потому что возвратные заморозки вполне вероятно, что могут все-таки быть. И, кстати, знаете, такой вот интересный момент. Когда покупаете рассаду, если вы еще неопытный садовод-огородник, я всегда рекомендую выбирать рассаду поменьше. Она, поверьте, у вас быстро пойдет в рост, потому что переросшая рассада гораздо хуже переживает посадку, чем маленькая. А вы посмотрите, какая красота! Тут дружочек, тут Мусенька. И какие красивые тюльпаны! Ну, как я люблю весну за это, за вот эти яркие краски. Да, дружок, ты тоже любишь? Муся, да? Муся сейчас гуляет целыми днями на улице, всю зиму дома просидела. Как хорошо сейчас, да? Тепло! Птичек можно половить. Сейчас все-все цветет. Красота! Все цветет, все пахнет. Мы здесь вот еще сжем ненужные всякие деревяхи, потому что мусора много. У нас здесь старый забор. Все это потихонечку разбирается. Ну, и ветки, конечно, тоже потихоньку спиливаются. В общем, есть чем заняться в деревне. Я вам сейчас еще покажу мои помидорки, которые сажала в прошлый раз. Все стоят отлично. Единственное, что вот я вчера посадила уже помидоры, которые чуть меньше, но пока что непонятно. Ну, наверное, немножечко они переболеют все-таки. Просто это высокорослые помидоры, поэтому я их сразу решила посадить. Сейчас тоже буду еще вот здесь вот все вскапывать. Вот. А во второй теплице мы даже посадили уже огурцы. Вот такие вот огурчики у нас тут уже сидят. Мама добавляла залог. На самом деле, я никому не рекомендую так рано высаживать огурцы. То есть это конец апреля, да, сейчас. Но если очень хочется, ну, если есть у вас там лишние, да, огурчики, то можно. Просто у нас они уже начали перерастать. Поэтому мы решили, что пора. Еще вы спрашиваете, как проходит мое обучение в автошколе. Пока изучается теория. Билеты все стараюсь решать. Ничего не пропускать. Иногда по два, по три раза решаю. Ну, в общем, я очень стараюсь все запомнить. Не скажу, что мне дается это очень легко. Есть моменты, там, например, как регулировщик, кто вот учился в автошколе, это знает. Мне дается тяжеловато. Но я думаю, что с этим справлюсь. Самое сложное и страшное для меня, конечно, это будет впервые сесть за руль. А сейчас занимаюсь мульчированием помидорок. Траву косили вчера. Она, по сути, еще сырая. Вот. Но кладу сразу таким достаточно плотным слоем. Хватит этого где-то до середины июля. Ну, это исходя из прошлого опыта, да, прошлого сезона. Мне очень понравилось. Очень много есть противоречивых моментов. Конечно, какие-то сорняки мы сюда и заносим. Но трава растет гораздо меньше. И мне нравится, что мне не нужно каждую неделю приходить и полоть эти помидоры. Поэтому я спокойна, что где-то до середины лета мне полоть здесь не нужно будет точно. А потом я просто подкину новые травы. Продолжение следует... сейчас ходили на кладбище проверили все ли там в порядке перед паской вот зашли на наш старый дом брали с собой инструменты сейчас должен приехать трактор перепахать вроде как наш второй огород одной на этом у нас хотя бы закончится самые такие дела которых больше всего болит голова но высадок еще конечно впереди очень и очень много полюбуйтесь какая у нас сегодня шикарная погодка все зеленое уже начинает все цвести и пахнуть яблоньки просто ароматные все стоят главное чтобы морозов не было растут на шкурочки только не несутся пока до когда занесемся девчонки петя вот их охраняет уже уже привык к нашим курочка все чувствуют себя здесь хозяином гарема травку им принесла сейчас немножко подкосила триммером и принесла им зеленые травочки покушать как они любят покопаться в травке рыжая ты когда я яйца начнешь нести уже уже пора тебе заводиться и здесь будешь спрашиваю не хотят нестись еще скоро пасха уже пора первое яйцо нести деловые такие только едите на хлебники раннее утро да греетесь на солнышке дружочек ну что ты мордашки вы наши хорошие да иди иди сюда я уже вся грязная ну все 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 обе все ну что а сейчас мы в брянске я хочу вам показать фрагмент как я вышла из своей зоны комфорта и продавали мы рассаду около пятерочки ну скажем так пытались продать друзья ну что у нас начался сезон продаж рассады пока что продажи были у нас только через авито но сейчас вот я подошла к пятерочке посмотрим что здесь будет мы с тобой рассады взяли совсем чуть-чуть не знаю что-то продавца сегодня или нет пожелайте нам удачи постояли мы где-то с час-полтора может быть в итоге ничего у нас не продалось к сожалению вот но сейчас впереди еще заморозки надеюсь что после этого все-таки рассада уже начнет лучше продаваться на этом я с вами прощаюсь спасибо что досмотрели ролик до конца не забывайте поддержать меня лайком комментарием и подпиской пока пока